Улица Московская. Возле банка обычно кипит уличная торговля. Сегодня пусто. Почти. Остался только мусор, пустые ящики и коробки. Накануне рейды здесь провела полиция. Сегодня на проверку вышли специалисты управления административной инспекции мэрии. Первое нарушение – поднос черешни. Продавцы выставили на улицу рядом с павильоном, что запрещено законом. Инспектор составляет протокол об административном правонарушении. Хозяин магазина теперь заплатит штраф до 50 тысяч рублей. Сколько именно, решит комиссия. Для того, чтобы избежать штрафа, необходимо действовать с действующим законодательством. Обратиться в администрацию города для оформления документов, участвования в тендерах по размещению и стационарных торговых объектов. А это улица Северная. В районе гаражей целая вереница из палаток с овощами и фруктами. Пока инспекторы составляют протокол возле одного ларька с персиками черешни, хозяева других спешно пакуют товар. Рядом на улице Рост торговцы тоже устроили на тротуаре целый рынок. Продают зелень, овощи и фрукты. Может быть, это и неудобно, но нарушать тоже нельзя. Вы сидите на зеленой зоне, пагубно воздействуют на зеленые насаждения. За собой убираете товар, сворачиваете, убираете сияющие. Все, все, все. Выручку продавцам на этот раз придется потратить на уплату штрафа. Для физлиц от 1000 рублей до трех. При повторном нарушении в два раза больше. Мы приходим на хлеб заработать. Нам 8 тысяч пенсия. Сделайте место где-то недалеко от рыночка. Такие места в Сочи уже есть. Это ярмарки выходного дня, где торгуют товарами местных производителей. Реализовать огурцы и помидоры можно и на социальных рядах. Это торговые точки для местных огородников. Сегодня такие есть во всех районах города. В Центральном, например, на Мамайке и на Макаренко. Там можно торговать без ущерба своему карману. Законно и бесплатно. Ольга Десятва, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.